Сегодня я хочу ответить на вопрос, можно ли с помощью астрокартографии решать задачу нахождения или изучения взаимоотношений людей и понять, ну, подходят они друг другу или нет. Могу сказать, как я вначале хочу просто сказать, как я отношусь к астрокартографии. За последние лет 35-40 это, пожалуй, самый главный новый метод решения кое-каких астрологических задач. Хочу подчеркнуть, он не создает ничего принципиально нового в астрологии. Он просто намного легче позволяет решать целый ряд задач. И вместо того, если раньше для решения той или другой задачи, нам приходилось строить, ну, скажем, 5, 7, 8 различных карт, раскладывать перед собой и решать какую-то общую проблему, то сейчас очень многие эти вещи можно увидеть на одном рисунке. И такие рисунки напрямую связаны с определенной картой, в том числе с натальной картой, и позволяют делать астрокартографию. Вообще-то говоря, идеи астрокартографические родились уже где-то в 20-х годах 20-го столетия. Но реальное программное обеспечение они получили только где-то, ну, будем говорить, конец 70-х и после этого в Россию. Она пришла существенно позже, я бы сказал, уже где-то в 90-х годах. И многие астрологи считают, что это что-то такое новое, оно решает принципиально новые задачи, что это панацея от любых вещей. Теперь я видел в официальных изданиях по астрокартографии раздел, посвященный изучению взаимоотношения людей. Хочу сказать лично мое отношение к этому вопросу. Вот изучение взаимоотношений с помощью астрокартографии мне напоминает старый добрый анекдот об удалении глант не через рот. Поэтому сразу хочу сказать, что взаимоотношения я не рекомендую изучать с помощью астрокартографии. С другой стороны, она может решить такую задачу, ну, например, где человек может с большей вероятностью, в каких географических местах, в каких частях нашей страны или каких-то других мест, человек может с большей вероятностью и скорее найти избранника, который он ищет. Эти задачи она позволяет решить как для мужчин, так и для женщин. Причем не обязательно искать людей в этих местах. Они могут быть оттуда родом, они могут быть как-то с этим связаны. И эти задачи астрокартография решает очень легко, изящно и, ну, я бы сказал, продуктивно. А вот для изучения взаимоотношений существуют классические методы. Они изучаются в нашей школе, разумеется. Но в целом астрокартографию совсем не обязательно применять для решения этой задачи. Но опять же, так как в ряде книг этот раздел есть, я не говорю, что мое мнение это истина в последней инстанции. Но тем не менее, моя рекомендация использовать классические, хорошо проверенные и отлично работающие методы, а не астрокартографию. Ну что ж, еще раз приглашаю вас познакомиться и с программным обеспечением, с тем, как оно работает, какие задачи она решает и каким конкретно образом. И вы решите этот вопрос для себя сами, стоит это делать или не стоит. Всего хорошего и до скорых встреч. До свидания, друзья.